Расхламление. Для чего нужно его делать и какие перемены оно может принести? Привет, я Дарья Поздняк, и сегодня у нас вот такая интересная тема. Расхламление пришло в мою жизнь вместе с наукой ВАСТУ. В тот момент я с ВАСТУ только познакомилась, и я в течение первого года думала, что ВАСТУ это только про расхламление, только про очищение пятью элементами и только про зонирование, то есть расстановку правильной мебели дома. Потом я пошла дальше изучать, поняла, что ВАСТУ это довольно широкое понятие, очень много инструментов, есть сакральных артефактов и прочего. Но в тот момент, в тот первый год даже эти знания мне очень сильно помогли. И я хочу с вами немного ими поделиться. Смотрите, когда я построила карту своего жилища в тот момент, что у меня было в принципе? У меня были сильные боли каждый день, в течение полугода или почти года. Полное отсутствие сил, мотивации что-либо делать, отсутствие физических сил, то есть дойти на кухню, сделать себе чай раз в день, это было прям очень сложно. Раз в неделю съездить к маме, с ней там пообщаться, что-то ей там помочь по хозяйству, было очень сложно. То есть на этом все мои дела заканчивались. И в тот момент, как бы примерно как раз в моей жизни ВАСТУ появилось, и я стала эти знания тут же применять, потому что в тот момент я понимала, что как бы я либо умру, либо что-то в моей жизни изменится. И я готова была на очень многое пойти, потому что уже как бы вариантов не оставалось, я их не видела. Вот, и я построила свою карту квартиры и увидела, что на севере самый главный как бы сектора притока у нас север и северо-восток. Вот, еще восток для мужчин, но для женщины самое главное север-северо-восток. Вы можете встать в центр своей квартиры, в телефоне открыть компас, почти во всех телефонах есть компас, и посмотреть, что у вас на севере и на северо-востоке. Для мужчин еще и на востоке посмотреть. И вот я, значит, открыла и вижу, что у меня север, вся северная стена, северо-восточный кусок, все забито темной-темной-темной мебелью, которая забита полностью вещами, и все это дело до потолка. Там нет окон, там, ну ладно окон, там могла бы быть просто светлая стена пустая без мебели, это было бы намного лучше, но нет. У меня там темная-темная мебель, полностью забитая вещами, и как бы все плохо. И угол северо-восточный, который супер важный для получения жизненной энергии, он у меня тоже полностью забит темной мебелью. Казалось, что на севере в основном вещи мужа. И я пыталась с ним через поскандалить, требовать, это все не работало, чтобы он разобрал свои вещи, это не работало. Наш разговор сводили все к тому, что «но тебе же эти вещи не нужны, это мои вещи, ты не можешь их выкинуть». Я говорю, ну ты же ими не пользуешься. Он говорит, это мои вещи, ты не можешь их выкинуть. Я говорю, ну ты же ими не пользуешься. в общем все разговоры сводились к одной вот этой и там в основном были все его вещи действительно очень старые то есть него там игрушки были к старый знаете такая режиме валяшка пластмассовая которую ты в одну сторону клоняешь она обратно возвращается и музыка еще играет него там были настольные игры огромная коллекция журналов вокруг света которая весила на килограмм 10 на моем севере 10 килограммов журналов который он прочитал один раз он дальше не будет читать ему уже неинтересно купил прочитал шкаф убрал такого рода вещей там было очень много вот избавляться от них он не хотел я все думала что же мне делать свое то я вроде бы все разобрала почему мне пространство через него зеркалит почему у меня не получается с ним договориться и я увидела я увидела что у майор ильца тоже в пушку я увидела у меня есть вот стой квартирка где был потом мы привезли какое-то количество сумок вещи моего отца очень важны для меня вещи которые я не могла собраться с мужеством их разобрать то есть отца давно нет эти решения как бы он уже сам никак не может принять и эти вещи мертвым грузом лежат как бы и я меня это волнует и я не могу ничего с этим сделать им просто у меня лежат я решила что вот она значит я должна это решить я стала принимать эти решения и какая-то большая часть там процентов 50 она ушла то есть что-то продалось что-то как-то в общем мне осталось довольно мало процентов этих вещей и в этот момент у нас с мужем пошли какие-то возможности договориться причем я действовала не из позиции заставить его там руки как-то ему выкручивать еще что-то негативное нет а с позиции попросить сначала я попросила антресоль с этого шкафа разобрать выкинуть получилось он согласился получу что мы ее разобрали вынесли шкаф стал ниже сверху стала сантиметров 50 60 свободное место до потолка я там убралась я нарисовала туда картину типа большое окно потом я продолжала потихоньку с мужем дальше договариваться и через какое-то время этот шкаф действительно ушли из него вещи это все стало решаться после того как я свое до гребла поэтому девочки не надо мне говорить что у ваши там сыновья или мужья или мамы не хотят что-то выбрасывать а вы такая зайка меня на это не купишь потому что я всегда знаю что нам близкий зеркалит то что у нас у самих не идеально если ваши близкие не идут в это значит вы где-то сами себя обманываете вы где-то сами не доделали поэтому сделайте сначала свое по максимуму только потом идите договаривайтесь я это прекрасно знаю потому что когда я гребла у себя у меня пошли первые перемены я приходил к маме я рассказывал ей как у меня все меняется и что тоже у нее можно что-то сделать и она стала меня слышать в тот момент когда я много у себя выкинула то есть пока вы просто слова вы не несет никакой энергию вас никто не услышит когда энергия закрутилась когда вы сами у себя сделали у вас заработала тогда вас будут слышать все и они будут за вами идти вот у каждого на добровольной основе то есть мы никого не заставляем не принуждаем через конфликт мы не идем убрался этот шкаф я туда купила белый комод низкий над комодом я купил большое белое зеркало в белой раме повесила сбоку поставил стол еще один комодик старый фотки если я найду я вам прикреплю конечно до и после потом через какое-то время ушел этот один комод еще и там вообще стала пустота плюс я еще какие-то зеркала повесила вот у меня северная стена получается освободилась у меня пошли космические перемены в жизни во первых я перестала быть такой дерганой как раньше я стала спать по ночам у меня перестали когда самое первое расхламление было сделано я смогла увидеть какому врачу мне пойти и я попала к зое викторовне прекрасному доктору буквально за пару недель сеансов у меня прошли те боли которые раньше меня беспокоили сейчас они меня беспокоят там несколько дней в месяц по сравнению с тем чтобы у меня каждый день в течение года это просто небо и земля вот стало спокойнее мое эмоциональное состояние стало меньше трястись за все вокруг вот стали лучше отношения у меня с мамой стали лучше отношения с моим мужем стала я какая-то вся совсем другая я увидела свои цели в жизни я увидела чего мне не хватает это о чем я мечтала раньше она стала происходить то есть говорят что север для женщины северо-восток что это как бы сбыча наших женских мечт и не только женских мечт мечт семьи вообще той женщина она все-таки показывает куда семья устремлена вот и у меня всегда во всех моих практиках всегда был затык в недвижимости я понимала что там на уровне тела на уровне сознания и как-то лучше становится это понятно но жить в этом мире становится легче но тема с недвижимостью она никак не двигалась чтобы я не делал здесь у меня все начало происходить несколько разных пи переездов покупок продаж в итоге я сижу у моря вот в геленджике в новом свеженьком чистеньком ремонте и продолжает все дальше складываться лучше то есть мы с мужем мечтали в москве переехать в определенный район мы туда действительно переехали вот то есть сбыча мечт она произошла все только благодаря вот этому то что я начала грести расхламление делать именно вот сейчас про зоны давайте то есть я могла бы вам сказать что расхламление важно делать начинать с брахмастана севера северо-востока ну плюс еще востока если у вас доме мужчины но на самом деле это не так важно потому что откуда вы начнете важен сам факт расхламления во первых есть чудесная книга мари кондо магическая уборка она там все классно рассказывает там два есть ну пара принципов которой мы вообще огонь огонь то есть первое мы берем вещь в руки и чувствуем дарит она вам счастье или не дарит если дарит счастье оставляем сама готова прямо сейчас ее одеть и пойти мне если эта вещь и прямо сейчас ее использовать если это предмет то оставляем если не готовы выбрасываем отдаем и так далее то есть у нас вокруг нас должны быть только те вещи которые мы дарит нам счастье и второй супер важный момент что принимая это решение оставить вещь или выбросить или отдать вы прибираете своей голове в своей жизни каждая вещь несет зацепку когда вы покупали это какое-то платье или какую-то вещь или что-то у вас жизни что-то происходило и эти события эти эмоции что были в этот момент они на эту вещь как-то спроецировались и у вас вот эта вещь она как бы тянет за собой вот эти вот эмоции с прошлого не всегда они хорошие то есть если эта вещь вам напоминает о чем-то супер хорошим окей оставляем но если вместе с этим хорошим идет что-то плохое то мы от этого избавляемся сюда же например фотографии с каких-то плохих событий похорон например да с одной стороны это фотографии там все родственники для родового дерева когда-то вам может это пригодится но это фотографии эти они несут боль вы в этот момент пришли на похороны кого-то вывод момент испытывали боль вы не можете эту фотографию хранить в своем доме и надеяться что она кроме боли у вас что-то другое вызовет выберите себе фотографии этих людей которые не вызывают у вас боль если вам нужно оставьте их а вот эти болевые выносите вот эту всю боль мы выбрасываем если вас в школе обижали у вас со школы там остались какие-то там фотоальбомы еще что-то но вы берете его в руки до теоретически как бы это памяти типа этот фотоальбом он вам нужен там для там ну потому что типа память но знаете нас о памяти есть в голове и если я беру в свой вот этот фотоальбом школьный и думаю ё-моё так херово было вообще капец и у меня прям вот внутри все сжимается мы это выкидываем понимаете мы оставляем только то что несет нам радость в этот момент мы принимаем решение что вот ту боль что была в прошлом я ее закрываю все хватит мне поэтому страдать я ее закрываю выкидываете вещи вы принимаете решение идти дальше рядом с тем что вам вам приносит радость и таким образом тренируясь вы на вещах на предметах учитесь принимать важные решения в своей жизни то есть обычно после такого расхламления вы начинаете смотреть на свою жизнь по-другому вы начинаете понимать что например та работа на которой вы ходите вам абсолютно никогда не нравилось это абсолютная полная хрень и вам надо искать что-то совершенно другое что вас радует вы можете понять что те отношения которых вы находитесь они вам как бы не нужны вы можете понять что вы всю жизнь предавали себя а на самом деле вы мечтали петь или танцевать или кататься на велосипеде по морскому побережью по набережной по побережью да все правильно сказал по набережной и дышать морским воздухом то есть вы можете вы после этих решений обычная уборка обычно расхламление вы начинаете смотреть на свою жизнь по-другому поэтому это важно все эти вещи перебрать еще раз вернемся к тому моменту когда я говорил какую зону грести на самом деле него не обязательно грести определенную куту зону у меня был волшебный балкон на юго-востоке если построить вас ту карту он будет на юго-востоке совсем он никак не сектор притока но каждый раз когда я там убиралась я принимал решение какие-то вещи выкинуть или отдать или продать каждый раз в этот день приходил мой муж с работы и приносил всегда какие-то дополнительные деньги не то что ему в этот день зарплату дали нет какие-то дополнительные деньги то ли у меня в этот день что-то продалось на авито к нему подъехали он предмет передал ему деньги отдали то ли что-то где-то он какие-то деньги получил дополнительные к обычным то ли еще что то ли какая-то супер возможность то есть в этот же день кто-то звонит и предлагает какую-то или работу, или что-то такое классное, что давно ждали и всегда хотелось. То есть каждый раз уборка на этом волшебном балконе. Поэтому я вас призываю. И ещё пару слов про саму уборку, как мы её делаем. Вот когда я была совсем молодая, мы как делали? Подходишь к шкафу, всё открываешь, всё вытаскиваешь, всё разбираешь, обратно упихиваешь. Всё херня, не работает так. Мы уже постарше, у нас уже ресурс не тот сил, не надо так на себя взваливать. Если вы давно не убирались, вам будет тяжело, и вы в следующий раз не сможете себя заставить, не сможете это до конца довести, так не надо. У нас вот такой принцип. Значит, обозначили себе маленький объём. Например, у вас есть комод. Решили, у меня есть время, я разберу один ящик, или пол ящика, или одну полочку в шкафу. Вот, вещи достали, что-то, самый главный принцип в таком расхламлении, вам надо сразу выносить те вещи, которые вам не нужны. Но делать это надо категориями. Тут, конечно, сложно, если один ящик, или целая категория одежды, но ладно. Вы решили, я сегодня разберу все джинсы. Все джинсы свои. Если у вас там несколько членов семьи, сегодня, например, только свои. Все свои джинсы достала, разложила, посмотрела. Так, тут дырки, тут протёртости. Эти я вообще никогда не любила. Окей, оставляем две пары, вот эти выносим. И ещё завтра идём в магазин, потому что мне нужна как бы третья альтернативная пара, потому что у нас, например, в Москве или в Питере, как бы джинсы очень актуальны, очень часто распространённые формы одежды. Почти у каждой женщины есть. У меня, кстати, уже больше нету. У меня нет джинсов. Я всё выкинула. Значит, какую-то ещё берём категорию. По тому же принципу. Ношу, не ношу, нравится, не нравится, дефекты. Если есть какие-то дефекты, вы по этому поводу не носите, ставьте себе временное ограничение. Например, неделя на устранение дефекта. Или я выпрасываю. Если вы за неделю не дошли до ателье, или сами не подшили, или там что-то ещё сами не сделали, всё, я выношу, выбрасываю. Или отдаю. Там много ещё всяких возможностей. Вот. Всё. И не берите большой объём. То есть, если у вас маленький ресурс, маленькая возможность сил и принятия решений, берите маленькое, полкомодика, полящичка комода, например. У вас какие категории? Первая кучка выбрасываю, вторая кучка оставляю, третью на подумать. Окей, долго не думаем, оставили кучку на подумать и оставили то, что оставляем. То, что выбрасываем, тут же вынесли. На подумать вы подумаете в другой раз. Поверьте, чем меньше вы сейчас потратите времени, но больше вынесете, тем дальше вам даст больше эффекта. Подумать ещё раз над этими оставшимися вы всегда успеете. Просто важно вынести, желательно в этот же день, чтобы вот энергия обновилась и у вас новое пошло. У моих подруг было очень много такого, что у меня тоже так было. Только разбирая гардероб, у меня остался прям сильный-сильный минимализм, очень сильный. И мне прям на этой же неделе прилетает от моей подружки почти новая джинсовая куртка, чётко в моей стилистике, моего размера, моего стиля, моего цвета, которая идеально вписывается в мой гардероб. Вот прилетает точно такое же платье, идеально вообще. Ну, единственное, что я его перешила, я отрезала вверх, я сделала себе юбку, но эта юбка подходит подо всё. Подо всё в моём интерьере, интерьере, гардеробе подходит эта юбка к любому вообще наряду. И такие вещи, несколько вещей ко мне прилетели, просто так от моих подруг, почти новые. Вот так, и причём они оказались, они замкнули мой гардероб. Вот именно базовые, такие нужные мне вещи, они прилетели вот так ниоткуда. После того, как я выкинула всё, что у меня было 50-50, какое-то такое непонятное. Ещё раз давайте подытожим. Расхламление. Когда вы расхламляете, выкидываете, вы, во-первых, освобождаете пространство, освобождаете место, и у вас вещей становится меньше, соответственно, их легче систематизировать. Они начинают легче влезать в те места хранения, которые у вас запланированы. Шкафы, комоды и прочее. В них легче поддерживать свежесть и чистоту, потому что, когда вещи долго лежат, ими долго не пользуются, они всё равно приобретают запах. Как вы их не храните, как вы их не развешиваете, всё равно это приходит. Даже новые вещи, всё равно они так вот устроены. Поэтому, чем меньше у вас вещей, тем чаще вы ими пользуетесь, тем лучше в них поддерживать порядок и вот эту вот систематизацию. Тем самым вы принимаете ещё решение, что вам в вашей жизни нужно, что не нужно, тем самым вы также энергию запускаете. То есть мы, энергию в нашем доме, энергию обновления, очищения, освобождения, вот эти все положительные, классные энергии, они начинают в вашем доме циркулировать по-новому, потому что вы физически выгребли барахло, выкинули, у вас стало чисто хорошо. И ещё вы на уровне мозга, на уровне эмоций, вы выкинули все старые привязки туда в прошлое, негативные, которые тянули ваши все негативные воспоминания. То есть если я хожу мимо, например, витрины какой-то со старой посудой, где стоит фотография с какого-то негативного события, например, похорон моего двоюродного дедушки, на которой, на этой фотографии, все мои родственники, я помню, что в тот момент моя мама тяжело болела, ещё что-то. Я каждый раз хожу мимо этой фотографии, и мне прям пронизывает боль моё сердце, мою душу, вот эта боль пронизывает. И когда я вот это всё выбрасываю, вот эти все негативные привязки, я освобождаюсь, я становлюсь лёгкая, и вот эта вот энергия, она начинает наполнять ваш дом, ваше тело, и начинает, новые события начинают происходить с вами и в вашей жизни. То есть таким образом вы запускаете вихрь новых, свежих, классных энергий в своём доме, в своей жизни и также в своей голове. У вас идёт переосмысление. Я очень хотела, друзья, с вами поделиться этой информацией, потому что именно с расхламления начались перемены в моей жизни.